Майкл Роджер Гифорд Речь шла о превращении российской столицы в мировой финансовый центр и укреплении взаимовыгодных связей между городами. В ходе встречи Андрей Шаронов рассказал иностранным коллегам о наиболее перспективных и масштабных проектах, которые реализуют московские власти. В их числе премиум проект крупного городского поселения Рублёво-Архангельское, который нередко называют городом миллионеров. У нас есть замысел превратить именно это место в центр финансовой активности в регионе. Рублёво-Архангельское располагается очень близко к исторической границе города и находится между двумя международными аэропортами – Шереметьево и Внуково. Я убежден, что на самом деле Международный финансовый центр – это не просто точка на карте. У нас в Москве немало мест, которые служат своеобразными штаб-квартирами для основных игроков финансового рынка. И Рублёво-Архангельское откроет для нас новые возможности, будет способствовать созданию Международного финансового центра, в частности, благодаря своей инфраструктуре, оснащенности первоклассным оборудованием, современными зданиями. Это довольно дорогостоящий замысел, не только из-за возведения главного центра, но в первую очередь потому, что будет создана вся необходимая инфраструктура, которая соединит Архангельское со столицей и аэропортами. Это очень важный проект для нас, но не единственный способ, благодаря которому Москва может превратиться в финансовый центр. По словам заместителя мэра по экономической политике, проект Рублёво-Архангельское – хотя и важный, но не уникальный замысел Москвы. У столичного правительства намечен ряд не менее значимых задач, о некоторых из них рассказал руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. Очень важным фактором является восприятие Москвы в качестве международного финансового центра. Мы можем сколь угодно много говорить о превращении Москвы в такой центр, но немногие будут знать об этом. Поэтому вместе с господином Шароновым мы сейчас работаем над созданием точной стратегии позиционирования Москвы как международного финансового центра. Мы понимаем, что мы должны создать комфортную среду для бизнеса, для профессионалов, работающих в области финансов, сделать так, чтобы им нравилось жить здесь. И с этой точки зрения правительство Москвы действительно старается сделать все возможное. Впервые в нашем бюджете появилась отдельная статья расходов на финансирование таких проектов. И у нас есть очень точные показатели эффективности нашей работы, которых мы должны достичь в сферах образования. Прежде всего, финансового образования. Господин Гиффорд сказал, что в последний раз был в Москве 12 лет назад. За это время многое изменилось. Всего за последние три года нам удалось существенно изменить положение дел. Мы поняли, что нуждаемся в постоянной интенсивной коммуникации с международными инвестиционными и финансовыми группами. Именно поэтому мы посетили самые крупные мировые финансовые центры. Лондон, Франкфурт, Сингапур, Токио, Нью-Йорк. В ходе этих поездок нам удалось многое узнать и увидеть. Установить и поддерживать довольно близкие отношения с представителями власти этих городов. Недавно наша делегация побывала в Лондоне и встретилась с мистером Борисом Джонсоном. Всего несколько недель назад заместитель мэра, в чем ведении находится муниципальная инфраструктура, был в Лондоне. Наблюдал за организацией работы ваших госучреждений и перенимал опыт наиболее эффективных методов в сфере городского управления. Руководитель Департамента транспорта Москвы оказался под большим впечатлением от всего того, что увидел в Лондоне. И сегодняшняя встреча – еще одна прекрасная возможность для обмена опытом. Для нас это действительно очень важно. И мы благодарны за то, что ваши коллеги так активно сотрудничают с нашей командой. Думаю, нам удастся и дальше поддерживать столь же близкие контакты. И лондонские коллеги действительно намерены такие контакты поддерживать. Как отметил посол Великобритании в России Тим Барроу, Лондон всегда открыт для сотрудничества и готов идти на контакт с Москвой. У нас накоплен огромный опыт совместной работы, которым мы готовы делиться. В сотрудничестве Москвы и Лондона, а для меня лично это два города, которые я знаю лучше всего в мире и в которых я жил, я вижу огромный потенциал для такой совместной работы. Британское посольство всегда готово оказать поддержку, если у вас есть какие-то интересные идеи относительно сотрудничества. Однако и Лондону есть над чем работать и чему учиться. О модернизации законодательной базы с учетом интересов бизнеса говорила одна из членов лондонской делегации Фиона Вульф. Я думаю, сейчас многие готовы поучаствовать в создании современного гражданского кодекса, направленного на поддержку представителей делового сегмента. Нам, например, пришлось существенно модернизировать наши законы в отношении компаний и составления контрактов за последние 20 лет, просто для того, чтобы не отставать от скорости развития бизнеса. В противном случае есть риск превратиться в закостеневшую и неповоротливую структуру. Что касается ваших инициатив в области устойчивого развития этой сферы, лондонская корпорация очень заинтересована в этом, ввиду самых разных перспектив. В июле мы проводим конференцию, посвященную теме современных умных городов. И подумали, что в следующем году нам стоит уделить больше внимания проблемам финансирования и развития систем открытой инфраструктуры. На это уже были выделены средства из бюджета, и сейчас ведется исследование. Некоторое время назад на Всемирном форуме Земли в Йоханнесбурге работало подразделение под названием «Лондонское соглашение». Традиционно форум рассматривает новые модели долгосрочного финансирования, а также модели, связанные с паритетом покупательной способности. Кроме того, здесь обсуждаются различные способы использования акций, облигаций и механизмов рефинансирования, а также долгосрочных контрактов. Я думаю, нам необходимо обсудить эти вопросы, поделиться накопленным опытом. Сегодня это в равной степени относится ко всем крупным городам. Я очень рада слышать, что Москва готова помогать развивающимся городам. Лондон со своей стороны тоже будет оказывать поддержку. Думаю, мы могли бы делать это вместе. О стремлении сделать большие города наиболее комфортными для жизни и работы миллионов людей говорил, в свою очередь, и Андрей Шаронов. В частности, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики упомянул Московский урбанистический форум, который состоится в начале декабря. «Последний форум был посвящен обсуждению проблемы города и человека. Мы попытались сопоставить человека и город, сравнив последний с неким огромным животным. Мы пытались понять, как люди, будь то мужчины или женщины, ощущают себя в этом большом и сложном пространстве, в котором бывает непросто выживать. Мы думали о том, как мы можем сделать это пространство более дружелюбным по отношению к отдельно взятому человеку. В этом году мы планируем сфокусироваться на жизни пригородных территорий и некоторых проблемах, которые возникают между центром города и его отдаленными районами с точки зрения распределения бюджета и разделения трат между ними. Мы хотим понять, какую роль в жизни города играют его окрестности и как это можно использовать. Говоря об окрестностях, я имею в виду то, что мы называем спальными районами. То, как их можно сделать комфортнее, является одним из главных вопросов сейчас. Эта проблема не уникальна. Многие развивающиеся и некоторые развитые города с ней сталкиваются. Потому мы рассматриваем грядущий форум не как строительный или архитектурный, а как урбанистический, помимо прочего, посвященный и проблемам транспорта, городской экономики, городского управления. При этом теме международных финансовых центров будет посвящена отдельная секция форума. Немало в ходе встречи было сказано и о значении культуры, которая не менее важна в процессе превращения городов в финансовые центры. По словам господина Гифорда, Лондон сегодня занимает третье место в стране по объемам инвестиций в сферу культуры и искусства. Это около 80 миллионов фунтов в год. Больший показатель только у BBC правительства. Кроме того, Роджер Гифорд признался, что восхищен тем, насколько сильны российские культурные традиции. Мы очень верим в взаимодействие бизнеса и культуры. И думаю, в следующем году мы сможем найти поводы для долгосрочного или среднесрочного культурного взаимодействия, что бы это ни было, приезд российских оркестров в Лондон или лондонских в Москву, или выступлений детских коллективов в Лондоне. Я убежден, мы сможем предложить стоящую идею. И это необыкновенно интересно. К тому же, мы сможем связать бизнес с этим проектом. Британские банки и компании, международные компании очень в этом заинтересованы. Например, российское подразделение BP. О ближайшем совместном проекте с Лондоном коллегам напомнил глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Когда мы встречались с господином Борисом Джонсоном, он выступил инициатором нескольких проектов в области финансового образования. Одной из предложенных идей была организация Дней Москвы в Лондоне в следующем году. По соглашению, которое заключили российский президент и премьер-министр Великобритании, следующий год станет годом Соединенного Королевства в России и России в Соединенном Королевстве. Подобное событие произойдет впервые в истории. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками и договорились о том, что уже в ближайшее время представители московского правительства тоже посетят Лондон с деловым визитом. Для продолжения начатого диалога.